Если мы будем первое упражнение рассматривать, у нас фундаментальным НПТК будет отличие истины что от лжи. Это будет фундамент того, с чем мы будем работать безвисов в варианте, вы поймете, что у нас первое упражнение раскрывается еще больше, чем первое. Становится очень много что. Понятно. Помимо первого упражнения еще куча всего понятности. Итак, вот такая сектор выглядит следующим способом. Принцип МВЗ. Записываем. Звучит так. Не верь глазам. Вот этих физических. Переизмерить. Линейная НПТК у нас называется механизм неудачи. То есть то, каким способом выглядит сама неудача. И НПТК один раз, упражнение первое называется истинно ложь. Что нам позволяет сформировать и выстроить эти элементы, эти блоки? Они позволяют научиться объективности. Это РУТК один. Первый сектор называется объективность. Зачем нам эта объективность? Ну, мало того, что врать себе, это, в принципе, самое последнее дело, которое только может человек для себя придумать, потому что это ведет к самым гипнозу и поражениям, да? Но нам нужно поглубь, так сказать, вопрос исследований. Итак, что мы, в общем-то, делаем? Нам нравится, в силу нашего невежества, исповедовать чужие что-то, хоть идеи, мнения, когда это не происходит, но мы не имеем. Это ведет к чему? Известно к чему. К подражанию, да? Природа подражает кому-то. Всегда. Отсюда что? Очень одинаковые студенты у людей. У всех. Да? Вам очень нравится смотреть вовне, как у всех вокруг плохо, для того, чтобы думать, что у вас лучше, чем у них. Это так. Люди, находясь в этом состоянии, требуют что? Прогнозов. Потому что, когда не смотрят на это, на все ничего, не понимают, исповедуют чужие дивы, в определенном моменте времени начинает вот что? Страшно. Страшно, от чего? В связи с тем, что дело в том, что они-то исповедуют чужие идеи, чужие мнения и так далее, и тому подобное. А они же смотрят, и подумают, как они это все делают, да? Один прекрасный, иначе. То, что он сейчас делает, смотрит на других, думает за счет них, что ему лучше, чем у них. Он же потом понимает, что, ну, исповедуют какие-то действия, может произойти тоже самое в определенный момент времени. То есть, кому нужен прекрасный момент, только тому человеку, который не собирается справляться с задачами. Почему я армию привожу в демянку? Там никто никого не спрашивает. Так сказать, хочет человек справляться с задачей или нет, и просто ее ставят, понимаете? Вот и товарищ Сталин в свое время, он тоже просто ставил задачи. Понимаете, просто. И очень не любил, когда они выполняли задачи, которые их ставили. Поэтому возникает вопрос, нужно каким-то способом с задачами, чтобы справляться. Вот и получается, что... Ну, а хотелось бы понимать, что впереди, да? Ребята, во всех странах мира это называется как разведка, а не прогнозируемая. Конечно, хотелось бы получить хоть какие-то разведданные, прежде чем здание атаковать в лоб. Ну, безусловно. Поэтому в армии существует куча способов выяснения определенных вещей. Можно разведывательную группу к зданию отправить, посмотреть, да, тихонько. Можно разведку боем провести и так далее. Это куча способов практических существует выяснения, что с этим зданием не так, и как его штурмовать. А в жизни до этих всех способов что? Нет. Человечку гражданства, лица этих всех способов нет. Поэтому он всегда, как баран, на новые ворота смотрит на новую ситуацию. Для него это неизвестная двигательная задача. По жизни. А вот как раз, не зная измерителей первого РПДК, вы никогда объективно на мир посмотреть что? Не сможете. У нас даже такая приисказка есть, что измерители говорят обратно. Человек делает заявление, он говорит, чем мерили. Как, чем? Я так думаю, да не надо. Он говорит, почему? Я не объясняю. Вот градусы, видите. Он говорит, что температура 36,6, я 39,8. Кто рассудит? Ну, радуй. Сейчас поставим, товарищ. Градусник с погрешностью. 10 градусов. Сейчас 10 измерителей. И среднюю взвешенную возьмем. Она будет наиболее близкая к костей. Вот и все. То есть не надо, надо мерить. Чем мерить? Ничем. Но раз нет измерителя никакого, значит, о чем обсуждать? Мы никогда не поймем, но объективно, как это было на самом деле. Это бесполезно. Можно, это отсюда возникает что-то вспомнить. Поэтому, не верь глазам своим, а вере измерителям. Нам говорит о том, что надо бы нам измерителей по жизни-то получить какое-то количество, прежде чем какие-то заявления, что делать вообще-то. А мы всегда что? Мерить нечем, оценивать с помощью чего нечего и давай копировать чьи-то мнения, рассуждения. И когда спрашивают, потом вот такой цирк получается. Ребята, ну никому же не нравится вы выглядите смешно, вы же понимаете, да? Так вот, вы прежде чем говорить, что-то, даже когда сами с собой разговариваете, вы же понимаете, что вы сами с собой разговариваете, вы даже себе когда говорите, вы же линейку-то возьмите, прежде чем померьте, может, там не метр, а два метра, на стене, знаете? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова